Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Ченнелинг на горе Шаста, часть 4. Читает Лора. Приветствую, дорогие! Я Крайон из магнитной службы. Вы открываете здесь портал, и этот портал принадлежит вам. Он закроется, когда вы уйдете. И это новый вид портала, который существует на этой планете, потому что те, которые вы определили, которые созданы планетой, начинают двигаться. Они будут перемещаться в места, которые нужны для планеты, не для вас. Вы сейчас находитесь в ситуации, когда вы начинаете придавать смысл тому, что я назову бессмысленными вещами. Сейчас я собираюсь идти медленно, но даже до того, как я сделаю это, портал создается прямо сейчас вами. Не на горе, а в этой комнате. Это то, что я бы назвал сознание. Священное сознание. Собирающихся вместе в когерентности, которая изменит вещи больше, чем каждый из вас по отдельности. Потому что коллективно вы с этим согласны. Так что в этом портале, в этом моменте, я хочу объяснить вам кое-что, что может иметь значение. Эзотерика очень сложная для трехмерных человеческих существ. Очень сложна. Если бы вы покинули эту конференцию, вернулись домой, и ваш сосед пришел к вам и спросил, как все прошло, и вы бы сказали, «Это было чудесно!» И я слушала голос горы. И он просил, «И что же сказала гора?» А вы сказали, «Понятия не имею!» «Я не знаю, как звучит гора!» Это типично. Пока вы здесь, хорошо говорить об этих вещах. Когда вы уходите, эзотеричность этого часто мешает практичности. Что должно произойти дальше, пока вы сидите здесь, в этом портале? Это осознание и понимание того, что происходит. Положить это себе на колени, образно говоря, чтобы вы знали, как чувствовать это, ощущать или ожидать. И именно поэтому я здесь. Что должно произойти между этой многомерной энергией горы звездных матерей, вашей души и трехмерной информацией, которая у вас есть, которая является вашим выживанием, с которой вы идете изо дня в день в вашей культуре, всеми этими вещами, что должно произойти? Это слияние. Должен быть какой-то способ, чтобы вы получили информацию таким образом, который вы можете понять вместо того, чтобы ждать голоса в горе, о котором вы понятия не имеете, как он должен звучать или как это может работать. Поэтому давайте начнем просто и легко. Что же звездные матери хотят дать вам? Можно составить список. И на первом месте в нем будет вера в то, что они есть. Это номер один. Даже если вы не понимаете, как они могут общаться, или любой проводник, или ангел может общаться в вашем сердце, в вашем разуме должна быть вера. Мой партнер говорил об этом сегодня утром. Вы не можете притворяться. Что верите? Вы не можете сказать, хорошо, я притворяюсь. Что верю? А потом, если это произойдет, я поверю. Вы должны верить. И это произойдет через этот портал. Этот портал установлен прямо сейчас, чтобы вы прочувствовали любовь создателя. В этот момент для обеспечения понимания через метафору, которую я собираюсь создать для понимания. Как дух говорит с вами? Как звездные матери говорят с вами? И если бы они говорили, что бы они сказали? Обучение будет проводиться людьми, а не звездными матерями. Звездные матери закончили со школой. На семинаре сейчас есть те, кто дадут вам основные духовные истины, шаманские тренинги, обучение. Так для чего же здесь звездные матери? Вы можете спросить, и я отвечу вам. Что они здесь, чтобы улучшить ваши жизни с помощью одной вещи? Интуиции, интуиции, интуиции. И вы удивляетесь. Почему здесь больше женщин, чем мужчин? Потому что женщины обладают интуицией в первую очередь. Мужчины получают ее позже. Женщины, созданные для интуиции, для любви, для доброты, именно они должны обладать всем этим, чтобы воспитывать детей и многое другое. Женщины изначально были шаманами. Затем утратили эту функцию в ходе истории. И теперь она начинает возвращаться в любящей форме, в прекрасной форме, когда мир начинает видеть. Кто делает это лучше и скажет, я хочу обратиться к женщине-священнику. Я хочу обратиться к женщине-пастору. Я хочу обратиться к женщине-шаману. Интуиция – это ключ. И я собираюсь дать вам пример с помощью метафоры, чтобы вы все поняли, на что это похоже. Есть те, кто скажет, хорошо, я собираюсь использовать свою интуицию и ждать, пока Звездная Мать поможет моей интуиции. И я понятия не имею, о чем я говорю, потому что я не знаю, как это ощущается, когда Звездная Мать помогает моей интуиции. На протяжении веков и даже эонов мужчины и женщины бороздили океаны этой Земли. И нет более глубокой метафоры, чем та, которую я собираюсь вам дать прямо сейчас. И это управление парусным кораблем. Представьте себе, что парусник находится на воде. Он полностью готов, ничего не упущено. А то, что приводит его в движение, это ветер. Итак, представьте себе на мгновение, что парусник на воде, а ветра нет. Примерно как вы сейчас сидите и думаете, я жду чего-то от горы. Теперь снова вернемся к вашему соседу, который говорит, ну как там, что происходило, чего вы ждали? А вы отвечаете, ну я не могу в действительности увидеть это. Это невидимо, но я знаю, что это приближается. Вот такой диалог может быть с трехмерным человеком, который ничего из этого не понимает, и для него это будет доказательством того, что вы немного сумасшедший. Так давайте спросим моряка, чего же ты ждешь? И моряк скажет, я жду чего-то невидимого. Когда это придет? Это придет, когда придет. И что тогда произойдет? И моряк скажет, это двинет мой корабль вперед. И тогда вы скажете, а что произойдет, когда твой корабль двинется вперед? Тогда я смогу использовать свой руль. Вы понимаете это? Интуиция становится невидимым ветром в парусах вашей жизни, который направляет вас в том, что делать дальше. Но это сложно. Вы должны осознавать ветер, и чем сильнее он дует, тем больше моряк чувствует, что он делает с кораблем. Он дует с этой стороны или с той стороны, в этом направлении или в том направлении. И что происходит дальше с моряком? Это влияет на то, в каком направлении вы идете, чтобы поймать ветер. Вы знаете это? Некоторые скажут, а что если я хочу идти в одном направлении, а ветер дует с другой стороны? Спросите моряка, что делать? Вы меняете курс, вы идете налево, вы идете направо, вы поворачиваете, ветер наполняет паруса, и вы идете, идете и идете. Но что это делает с вами? Это заставляет вас идти влево или идти вправо добро пожаловать в интуицию. Интуиция начинает проникать в вашу жизнь, и это не будет звучать как гора, и не будет звучать как звездная мать, это будет ощущаться как руководство и любовь. Потому что внезапно появится мир в том, что вы делаете, в каком направлении вы идете, и это заставит вас через интуицию, возможно, повернуть налево или направо, когда вы хотели идти прямо. Скажем, вы должны пойти налево, и вы хотите пойти налево, хотя это немного не по пути, потому что вы шли одним путем, а ветер подул в эту сторону, и вы идете налево, и внезапно вы встречаете кого-то, у кого есть решение. Вы поняли? Ветер заставил вас повернуть руль, руль повернул корабль, и корабль вошел в прекрасный сценарий, о котором вы даже не подозревали, что он вам нужен. Это любовь, это звездная мать, это невидимость духа и то, как это работает с теми, кто хочет изучать интуицию. Знаете ли вы, что ченнелинг – это постоянный поток интуиции? Да, это так. Челленер подключается к другой стороне завесы достаточно долго, чтобы почувствовать ветер, и это дает ему сообщение, направление, а затем они делают перевод, как вы слышите сейчас, и передают его. Так что ченнелер – это тот, у кого интуиция находится в нужном месте для этого корабля ченнелинга. Представьте на мгновение, что вы действительно направляетесь в определенном направлении, и вам нужно быть там в нужное время. И тут налетает ветер, сбивает вас с курса очень мягко говоря. Хорошо. Я не знаю почему, но я должен повернуть направо. И вы поворачиваете, так что ваши паруса обращены к ветру, они наполняются. И вы уходите вправо, зная, что в итоге вам придется вернуться влево. И вы делаете все это, а затем ветер меняется, и вы возвращаетесь, вы немного поворачиваете, и в конце концов оказываетесь в пункте назначения, только чтобы узнать, что вы пропустили аварию. Если бы вы пошли прямо, вы бы оказались в центре ее, но у вас была интуиция, потому что ветер дул в другом направлении. Это метафора. Прекрасный сценарий, который обещает через любовь создателя, через звездных матерей, через наставников или ангелов, как бы вы это ни назвали, что это работает, когда вы способны и хотите почувствовать это. Так много из вас, живущих 3D, 4D, как бы вы это ни назвали, ожидают трехмерных ответов. Но это не так работает. Это слияние, при котором межпространственные вещи, многомерные вещи могут направить ваши паруса. Вы должны быть в курсе этого. Вот почему в настоящее время женщин, изучающих это, намного больше, чем мужчин. Это изменится, чтобы включать мужчин так же, как это было раньше. Полная поддержка того, что женщины делают лучше всего. Мужчины не рвутся, заводить детей, рожать. Они не хотят и не приспособлены. Кажется, сейчас я сказал лишнего, потому что провел разграничение между полами, а это неуместно в этой культуре. Не говори так, район, мы все одинаковые. Нет. Вы не одинаковые. Мужчины-специалисты в том, что они делают. Женщины-специалисты в том, что они делают. Они объединяются, дополняют друг друга и движутся вперед. Но женщинам больше доверяют. За их интуитивное чувство того, в какую сторону дует ветер, поскольку сильным будет ветер, если вы действительно преуспеете в этом. Начинают происходить удивительные вещи. Предчувствие грядущих событий. Как это работает? Это работает так. Вы чувствуете, как поднимается ветер. Вот он идет. Я иду налево. Я не хотела идти налево. Это значит, что что-то произойдет. И теперь вы жаждете этого. Я ожидаю этого. Я ожидаю этого. И вот оно. Вещи, которые вы не считали возможными, начинают опускаться вам на колени. Это бросает вызов экономике. Это бросает вызов сознанию того, что говорит правительство. Это бросает вызов всем вещам, о которых вам говорили. Что они происходят определенным образом. Просто потому, что... А вы просто отрицаете все это, потому что у вас есть ветер в парусах. А у других нет. Не хотели бы, чтобы они тоже так могли. Что бы произошло, если бы эта планета начала понимать, что происходит от Творца и Любви? На что была бы похожа Земля, если бы каждый, хоть немного, почувствовал этот ветер и стал следовать таким курсам, на что бы это было похоже. Три слова. Мир на Земле. Согласованность. Это уже началось. И это не имеет ничего общего с тем, чтобы кто-то из других людей посетил встречу подобную этой или изменил свою религию. Все, что они почувствовали, это небольшой ветер, который наполнил паруса целостности, красоты и доброты. Вот чему я учу вас сейчас. Не уходите из этого места, ожидая голосов из воздуха или видений. Ожидайте чего-то гораздо более практичного. Ощущение интуиции, которое направит вас в определенном направлении. Мать сидит на своей кровати, а младенец в другой комнате. У нее длинный день, и она сделала много работы. Она вздыхает, почти засыпая, как вдруг просыпается и говорит, что-то не так. Она встает и сразу же идет к кроватке в другой комнате, где спит младенец и понимает, что малыш повернут неудобно и неправильно дышит. Она поправляет его, малыш делает вдох и снова засыпает. Ветер наполнил ее паруса и разбудил ее. Возможно, и отвел ее туда, где она должна быть, где она, возможно, даже спасла жизнь. Это переход. Это то, что приходит со звездными матерями, с духом, с проводниками, с ангелами, с вами в этом портале. Какой следующий шаг в вашей жизни? Какие решения вы должны принять, о которых вы размышляете прямо сейчас? И не знаете, в какую сторону идти. Я могу пойти сюда, я могу пойти туда, я мог бы сделать то или это. Я не уверен, в какую сторону. Я хочу, чтобы вы сели, улыбнулись и расслабились, и ждали, пока ветер не наполнит ваши паруса. И это путь, который многие в этом месте уже прошли, потому что они обнаружили, что это работает. Это слияние, которое устраняет разрыв между эзотерическим, многомерным и практическим. Вот как то, что вы развились с верой, будет затем просачиваться в вашу жизнь и направлять ее. Положите руки на штурвал, чтобы понять, в каком направлении двигаться, и почувствуйте ветер. Моряки настолько хороши в этом, что могут смотреть на воду и видеть рябь, где ветер меняется и фактически поворачивать свои паруса до того, как ветер изменится. И это другая история, возможно, для другого раза. Но именно тогда вы настолько сливаетесь с духом, что становитесь намного более настроенными, синхронизированными и связанными с другой стороной завесы. Я, Крайон, влюбленный в человечество, пусть ветер направляет вас с этого момента. и это действительно так. как. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...